Курская дуга Именно Курская битва, по мнению историков, является переломным моментом в истории Великой Отечественной войны. В сражениях на Курской дуге принимали участие более 6 тысяч танков. Такого в мировой истории никогда не было. Действиями советских фронтов на Курской дуге руководили маршалы Жуков и Василецкий. Немцы собирались молниеносным ударом захватить Курский выступ и начать полномасштабное наступление. Советская разведка сообщила о немецких планах своему командованию. Узнав точное время наступления и цели главного удара, наши маршалы приказали укрепить оборону именно в этих местах. В 4 часа дня, 4 июля 1943 года, немцы начали наступление на Курской дуге. Насобравшись перед самой линией фронта немцев, обрушился шквальный огонь советской артиллерии, нанеся им большой урон. За день боев неприятель продвинулся всего на 5 километров, а за 6 дней наступления на Курской дуге на 12 километров. Такое положение дел совершенно не устраивало немецкое командование. Во время событий на Курской дуге у деревни Прохоровка произошло крупнейшее в истории танковое сражение. В бою сошлись по 800 танков с каждой стороны. Это было неповторимое зрелище. На поле боя вышли лучшие танковые модели Второй мировой. Советский Т-34 схлестнулся с немецким «Тигром». Также в том сражении был опробован «Зверобой» – 57-мм пушка, пробивавшая броню «Тигра». Шлепов Виктор Петрович, как и многие дмитровчане, героически себя проявил в авиационных частях Красной армии. В боях на Курской дуге он командовал эскадрильей 2-й воздушной армии. К тому времени он совершил 685 боевых вылетов, 160 из которых на штурмовку скоплений боевой техники и живой силы противника, нанеся тому большие потери. Принял участие в 122-х воздушных боях, сбив 5 вражеских самолетов лично и еще 16 в составе группы. В небе над Курской дугой попал в тяжелейший бой, с трудом вернулся на родной аэродром. При посадке потерпел аварию и оказался в госпитале. Шлепов Виктор Петрович. Родился 2 февраля 2018 года в деревне Лебедево Дмитровского района в семье крестьянина. Окончил 8 классов в средней школе и школу фабрично-заводского ученичества. Работал токарем на одном из заводов Москвы, учился в аэроклубе. В 1938 году был призван в ряды Красной Армии. В том же году окончил Борисоглебскую военную авиационную школу летчиков. С 10 августа 1941 года лейтенант Шлепов на фронтах Великой Отечественной войны. Неприятным сюрпризом для немцев стало использование советской авиации противотанковых бомб. Размер их был очень мал, а наносимый ущерб выводил танк из боя. В итоге немецкое наступление захлебнулось, и противник стал отходить на исходные позиции. Итоги оборонительной фазы Курской битвы были следующими. По советским данным, в Курской оборонительной операции немцы потеряли 70 тысяч убитыми, 3095 танков и самоходок, 844 болевых орудия, 1392 самолета. Потери Красной Армии в первом этапе битвы на Курской дуге составили 144 тысячи солдат и офицеров. Чтобы лишить противника возможности маневрировать своими резервами и перебрасывать на Курское направление войска с других участков фронта, советская армия, не теряя темпа, перешла в масштабное контрнаступление. За образцовое выполнение боевых заданий командования, мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, Виктор Шлепов в июле 1944 года был удостоен звания Героя Советского Союза. К концу войны гвардей-майор Шлепов совершил около 800 успешных боевых вылетов и провел около 200 воздушных боев, одержал 16 личных и 16 групповых побед. После окончания войны Виктор Шлепов продолжил службу в ВВС. В 1959 году гвардей-подполковник Шлепов погиб в авиационной катастрофе. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.